17 марта в зале суда Кашхабльского района прошло отчетное совещание деятельности службы судебных приставов Кашхабльского района. Были приглашены и в работе завещания приняли участие первозаместитель главы района Руслан Емыков, судья Кашхабльского районного суда Тимиркан Самогов, исполняющий обязанности прокурора района Мурат Хакуй, работники службы судебных приставов нашего района, заместитель руководителя Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Сидоренко и с отчетом о проделанной работе за прошедший 2016 год выступил начальник отдела Рустам Тлюняев. Свой доклад позвольте начать с линии организации инструмента производства. Дмитрий Альбович, я свой доклад максимально сжато подготовил с минимальным количеством цифр, дабы не обременять наших гостей в случае необходимости мы уже в своем русском кругу покажем направление, если посчитаете необходимым, остановимся. Это первое направление организации инструмента производства. В 2016 году в структурном подразделении управления инструмента находилось 13 260 исполненных производств на общую сумму 304,3 млн. рублей, тогда как в 2015 году 11 910 исполненных производств на общую сумму 239 млн. рублей. Таким образом, имеется тенденция к увеличению общего количества находившихся на исполнении производства при увеличении суммы взыскания на 21,3%. Большей здесь степени увеличение суммы произошло по категории взыскания до кредиторской задолженности и по взысканию страховых взносов в пользу пенсионного фонда. За счет этих двух категорий у нас значительно возросла сумма, как и по количеству, так и по сумме производства. Важную роль продолжает играть положение в законодательстве, согласно которому в акте органа должностного лица о наложении штрафа, принятом по делу об административном правонарушении, должна быть поставлена отметка на оплате должником назначенного административного штрафа. Вместе с тем, за отчетный период по 167 документам принято решение о возвращении их в орган, выдавший по причине исполнения фактов добровольного исполнения обязательств до поступления исполненных документов подразделения судебных приставов. Здесь имеется в виду, уважаемые коллеги, это те материалы по административным штрафам, которые уже изначально были исполнены в добровольном порядке должниками. Однако, минуя это, куполный молочный орган направляет к нам, где мы зачастую вынуждены проводить ненужную работу. Соответственно, выявляя факт, что человек уже оплатил, либо эта организация произвела оплату, мы вынуждены отменять, восстановлять возбуждение и возвращать исполнительный документ в орган, который к нам отправлен. Но отрадно отметить, что из органов, которые находятся на территории Кашхаровска, таких памят, Дмитрий Ильич, в следующий период не было. Это факты по матерям, которые направлены с других субъектов Российской Федерации. В своем выступлении Рустам Тлюнеев отметил, что ввиду динамики увеличения количества исполнительных производств средняя нагрузка на одного судебного пристава исполнителя в 2016 году составила 2724 исполнительных производства. За отчетный период с судебными приставами исполнено 804 заявки судей по обеспечению безопасности судебных заседаний и 793 заявки на обеспечение безопасности судебных приставов исполнителей при совершении ими исполнительных действий. После завершения доклада приглашенные дали положительную оценку и выразили пожелания о дальнейшем сотрудничестве. Со спецификой моей работы я являюсь наибольшим, наиболее чаще участником мероприятий, которые проводятся за судебными приставами и руководителем практически всех комиссий, в рамках которых мы взаимодействуем именно с этой службой. Поэтому чаще всего здесь появляют все. И на самом деле отмечаю очень хорошие уровни, очень высокие выдающие действия со службой судебных приставов. Я хочу, в свою очередь, поблагодарить за работу, за то, что они проводят. Я вижу это своими глазами, я ощущаю эту нагрузку, которую несут каждый сотрудник в рамках своих полноточин и стараемся их поощрять. Можно быть чаще всего морально поддержать их, оказать эту помощь никогда не отказывать в просьбах. В пользу искусствующих по сторонам, в зал тоже можем предоставить на проведение этих мероприятий, там, по крайней мере, столь и мягче. Полиция часто пользуется национальным условием, поэтому вам предлагают тоже. И все-таки без пожеланий не отбойтутся, проведя предварительные физики, главные физики поселения, с которыми мы, наверное, чаще взаимодействуем, я хочу высказать больше их мнение. Отмечаю очень высокую активность, что, Александр Ильичков, в вашей работе по взиманию, например, транспортных налогов, они все-таки просят более активно в рамках законов, в рамках полномочий участвовать в совместной работе по взиманию и имущественных, и земельных налогов. Либо это совместные рейды, либо это профилактика, если вы все-таки работаете по своим направлениям. Либо это даже и пропаганды, которые вы занимаетесь очень часто, я вижу средства массовой информации, в вашей работе, слышу хорошие отзывы. Тем не менее, почему я так говорю, суммы достаточно весомые. По разным уровням. До 20 миллионов рублей сейчас влияет именно имущественных и земельных налогов. Поэтому в данном случае прекрасно понимаем, что основная часть ответственности лежит на посборном, на инспекторах на область, в том числе и на органах исполнительной власти, потому что это наш бюджет, это социальная народская на районе, это мероприятие, которое проводится несловно имущественными гражданами и по исполнению государственных программ. Хочу попросить вас по возможности более активно в этой работе участвовать. И еще раз спасибо, еще раз удачи, еще раз со своей стороны обещаю полное взаимодействие, понимание и помощь. Позвольте подвести черту первой части нашего, мы сейчас будем отдельно с каждым разговаривать, то, что сделал, внес копилку. Во-первых, сказать огромное спасибо судебным приставам, потому что отдел Кашкабльский занял второе место по итогам 2016 года, это очень высокий результат, но, к сожалению, не стал первым, чего бы мне очень хотелось. Провал получился, будем так говорить, на этапе интенсивности. Интенсивность мы не дотянули с вами всего-наприво 7%, что, в общем-то, говорит не о том, что вы не умеете работать, а о том, что неправильно было спланировано ситуацию. Иначе при вашей нагрузке, при ваших показателях и тех объемах, которые вы перелопачиваете, вы, безусловно, получили бы первое место. Вот это задача и хочется, в общем-то, вам поставить в настоящий год, чтобы Кашкабльский район занял первое место в следующем.